Здорово, народ! Поделюсь с вами впечатлениями, что произошло с iPhone 11 за полтора года его использования. Был уже подобный видос, но это было полгода назад. Сейчас вскрылось два маленьких косяка, про которые я хотел бы вам рассказать. Перед началом видео я хочу вас попросить подписаться. Почему? Потому что впереди очень много полезных видосов. Это важно мне, потому что я стараюсь, делаю для вас контент. Вы подписывайтесь, я стараюсь, делаю для вас контент. Вы подписались, я еще раз постарался, купил для вас, не купил, а сделал для вас еще интересное видео. Спасибо. Где-то примерно раз в две недели я вытаскиваю из чехла и специально у меня есть спрей такой, ну любой спрей для чистки экранов, устройств, подойдет вообще любой. И чищу экранчик, зубной щеткой также выкручиваю всю вот эту грязь, которая забивается в гнездо зарядки, в микрофонное гнездо, ну не гнездо, а вот эти отверстия и в отверстие динамика. Советую вам тоже такую процедурку делать. По внешнему виду все, я не вижу тут особых каких-то косяков. Скажу честно, что дизайн, дизайн мне прям нравится. Наверное, даже больше, чем 12-й. Но это не означает, что 12-й плохой дизайн, просто я не знаю, я как-то уже к нему привык. Дизайн классический нам достался от айфона, наверное, 6, правильно? Айфон 6, 6s, 7, 8, десятка и, соответственно, 10R там все такое. Теперь все, что касается аккумулятора. Тут пристегните ремень. Купила в декабре его 2019 года, новый, это важно, не бэушный, ничего, с новым оригинальным аккумулятором. Отработал он где-то, получается, больше полугода до обновления на iOS 14. Была максимальная емкость 100%. Здесь все понятно, да, 100%, все хорошо. После того, как обновился на iOS 14, стал уходить 1% в неделю. Итого 96%. Где-то вот так вот за, не знаю, где-то 2 недели вот так вот у меня было 96%, 95% даже. Дальше выходит iOS 14, 6, где они там что-то поправили аккумулятор. Максимальную емкость на айфонах 11, все пересчитается. Ну и что? Было 92%, пересчитался аккумулятор, стало 95%. Прошло 2 недели, да, или 3, сколько сейчас обновлений, я не знаю, прошло. Сейчас 18 июня. Ну, наверное, где-то, ну, хорошо, давайте скажем месяц. Было 96, 95%. Сейчас, не знаю, вы не видите, 89%. Я не знаю, как это работает, но, тем не менее, аккумулятора на весь день, наверное, если хватает мне, плюс-минус, хотя я супер там на нем не играю, не выполняю какие-то суперские задачи, на весь день вам хватит. На весь день хватит. Но если вы, конечно, идете прямо на целый день видосы какие-то снимать, то, блин, наверное, пауэрбанк надо будет с собой брать, или, ну, это минимум пауэрбанк. Самое интересное, в начале своего пути вот этот телефон держал 2 дня. Не рабочих, но 2, так скажем, домашних дня рабочих ровно сутки. Вот я работаю сутки, телефон работает чуть-чуть больше суток. Это прям вообще красота было, когда ты и поиграть, и поснимать, и посидеть с ним, где-то там что-то в социальной сети позалипать. Так, окей, если в домашних условиях, ну, особо не напрягаясь, как я это называю, 2 дня вот так с ливкой хватит. Это все, что хотел сказать по поводу аккумулятора. Теперь по поводу косяка, наверное, двух косяков, которые я хотел бы сказать, кроме... Ну, первый, наверное, все-таки это аккумулятор, что-то там непонятно как-то. А вот второй косяк этого телефона, то, что очень стали плохо работать динамики. Именно на громкой связи, когда слушаешь кого-то, либо когда слушаешь музыку, видос, слушаешь голосовуху и все такое. Как бы я не чистил, как бы я бы не старался, я не знаю, что происходит, но громкость динамиков грустная стала. Раньше было все хорошо, сейчас все как-то, что-то пошло печально. Не знаю, с чем это связано, наверное, что-то пошло не так именно с самим динамиком. Но тащить сервис я смысла не вижу, поэтому вот такой вот маленький косячок. Но это, кстати, единственный косячок, который я заметил. Больше, наверное, таких глобальных, да и вообще никаких нет. С экраном тоже проблем нет, вопросов нет. Понятно, что у каждого своя там IPS хорошо, OLED хорошо. Мне и то, и то нормально, я вообще что-то перестал париться по этому поводу. Меня больше парит аккумулятор. Но экран достаточно качественный, тоже проблем нет. Никаких выгорающих там пикселей, зон, вот этого всего нет. Полтора года телефон используется как основной телефон. Каждый день им пользуюсь, каждый, every day, every day пользуюсь. Никаких проблем нет с экраном. Экран мне нравится. Наверное, OLED может быть поприятней, но iPhone 11 неплохой телефон. По поводу производительности, ну тут тоже вопросов нет. У меня на 128 гигабайт, кстати, 128 гигабайт начало, как раз таки пригодилось, когда я включил настройку Dolby Atmos, вот это Hi-Res Music, все дела. Потому что песни стали весить в разы больше. Так что, наверное, если вы пользуетесь вот этой всей Apple музыкой, нужно брать уже телефон на 128 минимум. Что касается производительности в играх, в приложениях, ну, ребята, вопросов нет вообще. Запас мощности здесь достаточно серьезный. Я думаю, еще, наверное, лет на 5, на 5. Во-первых, он будет получать обновления еще столько же. Это минимум он будет столько получать обновлений. То есть, iOS 20 на нем будет работать. Даже, может быть, iOS 21. Поэтому производительность этого телефона, что касается игр и всех вот этих повседневных приложений, прямо пушка супер хорошо, красиво. По поводу камеры вопросов тоже нет. У меня вообще мало вопросов к этому телефону. Да, есть косяки. Я снимал видео по поводу минусов iPhone 11. Естественно, где-то здесь там что-то должно появиться. Оно и появится. Но вот так вот конкретно минусов этого телефона, что касается камеры, нет. Единственный хорошо, маленький косяк, микро косяк, это то, что ночная съемка в сверхширугольном объективе полная лажа. Ну, это вы из меня знаете. Все остальное снимает вообще красиво. Видосы в 4К, кстати. Даже я, когда приближал, делал хороший зум. Все нормально. Единственное, да, у меня тряслись руки. Блин, видос какой-то так себе получился. Но качество видоса вообще хорошее. Фотки точно такие же нормальные. Понятно, что я там не супер какой-то профессионал, но я высказываю то мнение обычного человека, который просто берет телефон, покупает и пользуется. Мы тут не сидим, не разбираем эти телефоны. Какой там процессор, какая там память и все такое. Просто как обычный человек сидишь и пользуешься. Единственное, наверное, что мне не хватает, это 3D-тача. Но про это никто уже и не вспомнит. А так, возвращаясь к камере, камера просто пушка. И мне кажется, ну и то, что кажется, я смотрел фотки с 12-го, просто с 12-го, не про, с 12-го айфона, все то же самое. Поэтому, я не знаю, имеет ли смысл там что-то супер сравнивать. Камера одниства айфона, гуд. Ну и главненький вопрос, конечно, вопрос, стоит ли его брать, продавать, вот это все. Меня вообще это на самом деле удивляет. Я, давайте вот так, свое мнение выскажу по этому поводу, оно достаточно простое. Отличный телефон, будет поддерживаться 5 лет минимум. Игры, приложения, камера, аккумулятор, ок. Если сейчас смысл его продавать и покупать двенашку, наверное, я думаю, что нет. Почему? Потому что двенашка, то же самое, просто новый дизайн и OLED-экран. Вот так. На сером рынке у нас в Петербурге он стоит 53 тысячи рублей, это на 128 гигабайт. Официально он стоит 60 тысяч рублей. Если выбирать между XR и айфоном 11, конечно, я бы выбрал айфон 11. Почему? Потому что XR у меня не было, я ничего не знаю, что про него сказать. По мне это плюс-минус одинаковые телефоны, а если это одинаковые телефоны, то, наверное, надо смотреть, какая разница в деньгах. Если XR стоит там, блин, 45, не знаю, а этот 53, то, наверное, лучше за 53 взять, там, чуть-чуть подкопить. Но нужно понимать, зарядка и наушники в комплекте не идут. Вот так. Ну и сделаем такое заключение. Телефон классный. Брать ли его в 2021 году? Да. В 2022? Да. В 2023? Фиг знает, надо смотреть, что там за телефоны будут, вообще, что как. Так, маленькая заметка. Если есть возможность купить 11 Pro или 11, я бы лучше купил бы айфон 12, потому что 11 Pro, я считаю, вообще не самым удачным телефоном, поэтому 11 либо 12 брать, наверное, вот так вот. Но 11 вообще классный телефон, нахваливать не нахвалить. И такой вот видос, обновили информацию, собственно говоря. Надеюсь, вам было полезно, вам нужно подписаться. Почему? Потому что впереди много интересных видео. И спасибо, что посмотрели. Что дальше больше? Пока.